Пацаны, привет! Сегодня у нас 20 июня. Едем в Малагу. Сами мы живем в регионе Мурсия. Едем в Малагу смотреть парню яхту. Или катер, лучше назвать. Макгрегор 26. Сам он находится удаленно. Не в еврозоне. И попросил нас съездить и оценить. Лодку на покупку. Оплатил нам командировочные. И мы поехали выяснять, в каком у нас состоянии. Ехать нам 380 километров. Около 4 часов. Если будет что-то интересное, заснимем. Выехали мы пораньше, чтобы не спешить. В Малаге встретятся какие-нибудь красивые места. Чтобы остановиться, перевести дух. И насладиться зрелищем. Смотрите, короче, топливо везде по евро шестьдесят чем-то. А здесь евро сорок четыре. Из-за того, что здесь самообслуживание. Ну, бензин я имею в виду. Едет и дешевле еще. Добрались до порта. Маленький порт такой, но зато есть кран. Можно на сушу подняться. Домалаге 30 километров. Вот Артем эксперт со мной. Это, наверное, звонит Продавец. Банус. Линию живой. Кера, хочешь на лодку? Да. Тума, держи только крепко. Привет. Мы на лодке. Что, видео-чат тебе сделать? Ну, можно? Почему нет? Так, подожди. Так, короче, сейчас я слезу. В общем, здесь есть такая на носу штука удобная. Ну, типа, может, метр? Да. Так, короче, не знаю, когда он ее красил, но это было все-таки, наверное, в прошлом году. Здесь вот потеки по болтам, но это херня. Здесь какая-то лента заклеена. Как будто здесь дырку спрятали. Тема, открой, пожалуйста, рундук вот этот. Вот здесь, да, с петлей. Ну-ка, открой. Ага, ну тут цепной рундук. Пару якорей легких. Закрывай. В цепи нету, веревка. Вот, тут по окнам вопросы. Смотрю, окна засиликонены все. Текли, видать. Какие-то старенькие окна. Окошки. Это есть внутри. Так. Как это лавелла? Да. Да. Или тоже за... Что говоришь? За это. Люк, говоря, наступает, а ты живой, тоже за драйами. Люк, смотри, наверное, открывается. Он вроде целый, если тем не наступает. Так вроде нормас, нормас. Ну, палубу он не красил. Генова. 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 Короче, он говорит, что Гену, я зашибись, но потрепанная солнцезащита. Ну, это фигня. Она шьется буквально за один день. Так. Короче, ну, лодку красить надо сверху. Вот она когда-то красилась, валиком пооблезла. Тема, покрути эти лебедки. А, лебедка нормас. Вот это. Лев Мар. Тема, покрути вот это еще. Тоже так направо и налево. Направо, направо, направо. Да, нормально, ухоженно. Так. Короче, короче, здесь столик. А, и мясо? А, есть стол. Так. Здесь у него, короче, вот так все выглядит. Это что-то у него тут ржавое лежит. Какая-то рация. Так, вот из нержавейки подножки. Таких я не видел на другой лодке. Мотор. С этим, с крылом. Но он как будто какой-то старой модели. А, я забыл тебе показывать. Вот. И тут есть еще для подвесного мотора. Ну, он его что-то снял, что ли? И есть лестница купонная. Лестница. Ну, а это чуть-чуть по-другому выглядит, которое я смотрел в Сан-Педро. Она как будто что-то повыше. Как-то по-другому устроена. Ага. Здесь электроника у него сделана на деревянной планке. Ну, видно, что какой-то электрик делали. Сам подписал. Ну, не заводская сборка. Аккумулятор. Старенький, 120. 120-ка на крокодилчиках. Потом маленький аккумулятор от какого-то мотоцикла. Здесь, короче, под этим самым, под кубриком два матраса. Ну, они какие-то бомжатские. Так, а сам сам салон внутри ну, пойдет. Тема, открой, пожалуйста, туалет мне. Сейчас, туалет проверю. Грифовый объект, да? Да, объект. Ну, короче, с горшком что-то будет. Потому что, мне кажется, он, конечно, сливает, но что-то там у него заедает на закачку. Поэтому саню воняет. Аягу? Чей? Ага. Агуа. Ага. 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 Ага, у них отеикасы لل springа. Ага. Ага. Грифовый объектihi. Грифовый объект. Эй, соматограф. Батарея. У него пилота автоматического. Эта? Эта. Есть какой-то пилот на штурвал, но он так выглядит, как будто он 50 лет. И две батареи. У него две большие батареи. Батарея. И эта из резервы. Стены нормальные. Чистенькие. Стены чистенькие. Окна боковые. Правая сторона окей. Левая сторона вся потрескалась на солнце. Ну, это, видать, солнечная сторона. Что скажу, что скажу. Короче, весь салон перешивать. По-чухански. А? Да. Короче, вот он подержал какую-то кнопку. А, это он прокачал топливо, наверное. Так. Старый ключ. Вот что-то еще что-то. Шестидесятка мотор. Ну, старый. Старый. Старый мотор. Берёт. Кто-то должен отслеживать. Скутаться. Кватрут, до с темпус. Кватров. Да. До с темпус. Ну, двухтахный. Соответственно, прожорливый, что тебе пи-5. Это температура в моторе, Пуентавелтас, Пуентавелтас и температура, и У нас есть сон, Песка. И здесь мы можем видеть глубокие? Блокие, песни, И это Транстор, который новый. Переговорил я с покупателем, в общем, надо красить палубу, надо подшивать паруса, надо перешивать салон, нужно менять прокачку на туалете, и мотор, наверное, тоже менять, потому что мотор двухтактный, весь сопливый. Продается сейчас за 13500, сейчас предложим десятку, если отдаст, то наверное, будем брать. Если не отдаст, то будем искать другую, скорее всего. Так, ну, в общем, пока мы лодку не берем, потому что он скинул всего 1000, а там мотору прям вообще не нравится нам, точно под замену. Еще будем смотреть Валиканты, ну, и было видео про лодку Сан Педро, там хотя бы мотор Honda в довольно приличном состоянии, 200 часов пробега всего, поэтому, 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 ну, берем на заметку эту лодку. Как-то так. Вот и все. Ну, пошли освежимся на пляж, купнемся, потому что дорога была очень-очень непростой. У нас тут адская жара, а еще перепады этих высоты тоже неплохо нас ушатали. Вот. Такое нелегкое хобби. Артем Русланович требует зарплату, никакого энтузиазма, не хочет просто так работать. Сколько хочешь денег? Сколько-нибудь. Сколько-нибудь? Десятка устроит? Конечно. За глаза? Да. О, ну, десятку-то без проблем. Фирму тебе выплатит. А мы тут пришли, а тут каменистый берег. Смотрите, какая классная штука. Сейчас мы тут занырнем с Артемом Руслановичем. Что-то горит, не знаю, пока не вижу. Спел камеру включить. Хорошо горит, похоже, как будто, что техника транспорта. Пацаны, гоню, короче, по Ламанге. В Аликанте. Сегодня уже следующий день. Куда ты, блин, умереть хочешь? Сегодня уже следующий день. 22 июня сегодня. Там еще один Макгрегор. Я хотел его позже посмотреть, но человека завтра не будет. Потом он там тоже куда-то пропадает. В общем, решил ехать сегодня. Как доберусь, я вам поснимаю. Это вот красный, это испанский чернозем. На нем все растет. Пацаны, блин, я в ярости просто. Я почти доехал до порта. Вот я в Аликанте. Сто лет здесь не был. Этот петух гамбургский, который лодку продает. Он из Аликанте там у него порт. Написал мне, что ее продал. Представляете, какие мрази бывают. Вот. Так что имейте в виду. Это Испания, детка. Обзора на второй Макгрегор не будет. Эта, если хочешь отправить на сайте. В общем, клиент один из Советского Союза из Казахстана покупает вот эту лодку, которую я как-то видео делал. Это уже третий Макгрегор, с которым мы контактировали. Забираю я его у брокера. У девушки моей знакомой. Много мы их пересмотрели по фоткам. И один я видел, второй меня кинули. А у этого хотя бы мотор. Мы знаем, что нормальный. А все остальное уже мелочи жизни. Вот мы в офисе. Тут очень сложности много с переводами денег. Сами знаете. Как-то выкручиваемся. Парни, привет. Только что приехал с порта, с другого. Уже сгонил в душ. В Испании сегодня 22 июня. Жара прям хорошая. Ну, под вечер уже хорошо. Свежо. Значит. Макгрегор купили тот, который у меня был обзор. Весной еще. Выбрали его, потому что все-таки он более в хорошем состоянии. Мотор с минимальным пробегом. Там 270, по-моему. Пробег всего. Кондо 54 тактный. Ну и цена тоже устроила. Нам там дали скидку. Значит. Искали лодку дня 4. Парень находится в Албании. Заказчик оплачивал мне расходы дорожные. Сегодня, когда оформляли договор, вот этот вот, о покупке, возникли проблемы с оплатой. Потому что он может с карты на карту перевести, а они дали счет. А на счет он не может перевести. Он вообще сам из Казахстана. Ему надо возвращаться в Казахстан и оттуда отправлять. Потому что он местную карту не сделал. Он перевел мне на карточку. А я им на счет перевел со своей карты. Это буквально заняло там 15 минут. Вот. В общем, все получилось. Все довольны. Скидку, которую я выбил у продавца, мы поделили пополам. Это был мой заработок. Когда парень приедет уже за лодкой, я ему помогу ее как-то доставить к нему в Албанию. Или купим прицеп, найдем. Или как-то по воде. В общем, человека не бросаю. Буду помогать до конца. Если кому-то что-то интересно, нужно найти какую-то лодку, обзорчик сделать, или посмотреть, съездить, или помочь в покупке. Обращайтесь. Все будет честно, благородно. Я не ищу такой супервыгоды, чтобы там вам продать говно. Все расскажу честно. Если водка в плохом состоянии, значит в плохом состоянии. Если в хорошем, значит в хорошем. Вы будете довольны. Все. До встречи. Всем удачи. А я отключать.